В трансерфинге основными инструментами достижения цели являются визуализация и мыслеформы, аффирмации. Многим людям бывает трудно сфокусировать и направить свои мысли в нужное русло. К тому же требуется ещё чётко сформулировать свои цели, определить, чего же хочется от жизни. Без чёткого образа не получится и желаемого отражения в реальности. Цель этого видео в том, чтобы помочь вам упорядочить мысли и сформулировать цели, нарисовать картину своей жизни, какой хотите её видеть. Вы получите конкретные примеры, разделённые по основным сферам жизни – дом, семья, работа, самореализация, здоровье и красота. Мыслеформы, которые мы будем формулировать, можно записывать. Так они будут приобретать добавочную силу. Когда вы не просто продумываете, что-то, но вдобавок декларируете это в письменной форме, душа и разум, а также оба полушария активируются и стремятся прийти к единству, вследствие чего сила намерения значительно возрастает. По этой причине у писателей нередко в жизни реализуются сюжеты, события, люди, о которых те пишут в своих книгах. Определяя свои цели и картину своего мира в письменном виде, вы начинаете ясно понимать, чего, собственно, хотите. И это немаловажно. Ещё одна проблема большинства людей как раз состоит в том, что они смутно чего-то хотят и не могут сформулировать, потому что никогда и не пытались. В итоге и получают в жизни непонятно что. После того, как мы сформулируем целевые слайды и мыслеформы, ваша задача – в течение дня воспроизводить в мыслях свои записи, транслировать мыслеформы, а также время от времени визуализировать целевые слайды. Фактически, вы должны постоянно проговаривать свою реальность, декларировать то, что хотите в ней увидеть, и констатировать то, в чём находите подтверждение. Мысленно или вслух замечайте каждую подвижку. Да, это действительно работает. У меня действительно это получается. Это не должно превращаться в обременительную обязанность. Но поначалу некоторые волевые усилия приложить придётся. Стимулом должно быть осознание того, что вы в буквальном смысле крутите своё кино. Снимаете свою новую реальность. Подвижки хоть и не сразу, но обязательно появятся, что привнесёт в ваши занятия дополнительную мотивацию. Главное, несмотря на запаздывающую в своих изменениях реальность, несмотря на то, что внешнее кино пока не совпадает с вашим внутренним, всё равно упрямо и непреклонно крутить свою киноленту. На вопрос, как долго нужно визуализировать, чтобы цель реализовалась, нет универсального ответа, который будет верным для всех. Это аналогичный вопрос, который задают новички в тренажёрном зале, когда приходят впервые. Сколько мне нужно походить в зал, чтобы набрать мышечную массу? Ответ для каждого индивидуален и зависит от множества факторов. Какие стартовые условия вы имеете, какой именно результат хотите получить и насколько добросовестно вы готовы выполнять все рекомендации? Не нужно рассматривать визуализацию как обременительную обязанность, которую нужно поскорее завершить. Выполняйте её без напряжения, как вам удобно, чтобы доставить себе удовольствие от картины, в которой ваша цель уже достигнута. Думая, намеренно устремляя ход своих мыслей в нужном направлении, вы двигаете реальность на метафизическом плане. Если это делается постоянно, систематически, тогда метафизический план постепенно материализуется в действительности. Напомню, мыслеформа должна составляться как твёрдое, уверенное, позитивное утверждение. Это словесное выражение вашего намерения. Сформулируйте, чего вы хотите достичь в какой-то отдельной сфере. Это и будет мыслеформой. Слайд – это конечная картина, в которой цель уже достигнута. Слайд рисуется в воображении с помощью визуализации, но может быть и выражен словами. Опишите, как представляете свой мир и своё место в нём. Нарисуйте картину той реальности, в которой хотели бы жить. Не утопичную, конечно, а достижимую в принципе. Пусть пока вы не знаете, каким именно образом цель может быть достигнута. Но вы должны понимать, что это осуществимо. Иначе разум напрочь будет отвергать возможность реализации утопичной картины. А значит, и необходимого единства души и разума достичь не получится. В соответствии с принципами трансерфинга, сам сценарий развития событий задаёте не вы. Вам не дано знать, каким наилучшим образом и какими средствами будет реализована цель. Ваше дело – крутить своё кино. Картину, в которой всё уже нарисовалось, сбылось. Итак, слайд – это то, что мы представляем. Мысли-форма – то, что мы проговариваем. Но можно проговаривать и слайд, особенно если визуализация вам не очень удаётся. А сейчас перейдём к примерам. Они распределены по сферам жизни, в каждой из которых вы найдёте описание возможного слайда. Итак, первый раздел – «Мой дом». Слайд должен содержать детальную картину того, чего вы хотите достичь. Например. «Я живу в своём отдельном доме. Это двухэтажный большой дом. Рядом лес и озеро. Я чувствую себя там комфортно, в безопасности. На участке ухоженный зелёный газон и сад. Посажены хвойные деревья. Мне нравится их запах. А ещё там светущие кусты и красивые клумбы с моими любимыми цветами. Дом построен из экологичных материалов. Всё сделано качественно и надёжно. В доме просторно и уютно. Зимой всегда комфортное тепло, а летом – приятная прохлада. Есть камин. Вечерами я сижу у камина и смотрю на огонь. Мой дом – моя крепость. Мой оазис спокойствия и мира. Шаги и установки для повышения эффективности такого слайда могут быть Я посещаю строительные выставки. Собираю информацию. Изучаю свойства стройматериалов. Хожу по магазинам. И выбираю для себя всё самое лучшее. Экологичное. Деньги найдутся. Потому что я сам выполняю работу, очень нужную людям. Нахожу профессиональных строителей. Денег хватает. Потому что я и сам высококлассный специалист. Моя работа очень востребована. И деньги идут ко мне легко. И я легко строю свой дом. И деньги находятся вовремя. Далее вы фиксируете подтверждения и подвижки. Например. Действительно, и деньги приходят в нужный момент, и строительство продвигается. Всё идёт вовремя. И деньги вовремя. Деньги всегда есть. И строительство идёт как положено. Всё подтверждается. Намерение работает. Всё действительно получается. Обратите внимание. В основной визуализации и мыслеформах мы не заостряем внимание на деньгах, а фокусируемся на конечной цели, на тех благах, которые на них можно приобрести. Но это не значит, что о деньгах думать и говорить вообще не следует. Поэтому для успокоения разума в примере предлагается внедрять и позитивные утверждения о деньгах. Однако не забывайте, что деньги – это не цель, а лишь сопутствующий атрибут. Можно постоянно констатировать, что они приходят и всегда в наличии. Но излишне переживать о том, где их взять, не имеет смысла. Имеет смысл только ваше мысленное излучение и правильно выбранная миссия – стезя, ваша самореализация. Следующая сфера жизни – моя семья. Визуализация и мыслеформы для укрепления семейного очага могут быть такими. «У меня прекрасная семья, любимая и любящая жена, веселые и умные дети. Мы живем дружно и заботимся друг о друге. Вместе нам хорошо. Вечером собираемся вместе и рассказываем, как прошел день. На выходные отправляемся вместе куда-нибудь развлекаться, а во время отпуска едем на отдых или в путешествия, где весело проводим время». Если семьи пока нет, самое время заняться поиском своей половинки. Например, «Я очень обаятельная личность. От меня исходит внутренний свет обаяния и любви. Люди это чувствуют и испытывают ко мне симпатию. Им приятно общаться со мной. Люди тянутся ко мне. Я излучаю свет любви и радости. Моя половинка находит меня. Я нахожу свою половинку». Можно также описать желаемого партнера. «Моя половинка такая-то и такая. Мы встречаемся, проводим время так и так. Нам хорошо вдвоем, мы любим друг друга». Опишите свой абстрактный идеал и как вы видите ваши отношения. Но не забывайте и про шаги в реальном мире. Упростите задачу вашей половинки в поиске вас. Попытайтесь больше знакомиться, выходить в свет, общаться. А дальше фиксируйте подвижки. А люди почему-то действительно испытывают ко мне симпатию. Хотя, почему я удивляюсь? Я-то знаю, в чём дело. Я постоянно кручу такую мыслеформу. А какое кино я кручу, такую реальность и получаю. В итоге люди тянутся ко мне. И я уже очень скоро встречаю свою половинку. Следующая сфера жизни – моя работа, самореализация. Слайд может быть описан так. «Я специалист высокого класса, уникальный в своём роде. Мои услуги очень востребованы. Я занимаюсь любимым делом. Я получаю удовольствие от своей работы. Мой труд высоко ценится и также высоко оплачивается. Свою работу я выполняю профессионально и с душой. Моё дело – это и моё увлечение и работа. Мне всё даётся легко». Если вы не строите карьеру, а занимаетесь домом, то мыслеформы могут быть такими. Моё дело – дом, семья, дети. Мой партнёр любит меня и поддерживает. Дети обожают меня. Я тоже всех люблю и обо всех забочусь. Создаю в доме атмосферу праздника. Умею всем поднять настроение. Моё дело – создать тепло и уют в доме. Окружить всех любовью и заботой. Занимаясь своим делом, вы исполняете свою миссию. Что-то даёте этому миру. Идёте к своей цели через свою дверь. В итоге мир, как зеркало, возвращает ваш вклад в полном объёме. Ваша жизнь наполнена смыслом. И вам легко. И каждый день праздник. А вот ещё пример мыслеформ, если вы работаете над каким-то проектом. Я создаю гениальный проект. Это шедевр. Все вокруг восторги от него. Мой проект необходим людям. Он очень востребован. Мой проект приносит реальную пользу людям. Мой проект реально улучшает качество жизни людей. И он очень востребован. Если вы ещё не определились со своим предназначением, то можно также использовать технику слайдов для её поиска. Каждый день моей жизни – праздник. Моя жизнь наполнена смыслом и радостью. Я нахожу своё предназначение и приношу пользу этому миру. А мир даёт всё, что мне нужно. Я на своём месте. Я ощущаю свою ценность в этом мире. Я выполняю свою миссию. У меня всё получается. Сила со мной. Сила ведёт меня. И я иду к своей цели. При этом в реальном мире вы должны расширять свой кругозор, впуская в себя новую информацию. Ваш разум должен наблюдать, а душа выбирать как ребёнок игрушку. В один прекрасный миг душа оживится и скажет «вот оно». А разум согласится. Да, так и есть. Это и будет ваше предназначение. И не забывайте закреплять подвижки утверждениями. Да, я на пути к своей цели. Я нахожу своё предназначение. Ведь я постоянно транслирую целевые слайды и мыслеформы. Это безусловно работает. Так что цель у меня уже в кармане. Я уже на пути к своей цели. Потому что постоянно транслирую своё кино. Какое кино у меня в голове, такое же будет и в реальности. Я транслятор. И моё намерение реализуется. Я чувствую, что уже близок к цели. Следует также помнить, что мысли, которые прокручиваются механически, неосознанно и бездумно, не имеют большой силы. Внешнее намерение запускается только мыслями, идущими от сердца, произносимыми чувством в единстве души и разума. Следующая сфера – здоровье и красота. Вот пример слайда здоровья. У меня отличное здоровье, и я чувствую себя великолепно, легко и свободно. У меня высокий жизненный тонус, и я полон энергии. Все органы здоровы и работают слаженно. Моя нервная система стабильна. Каждую ночь я погружаюсь в здоровый, крепкий сон, а утром встаю отдохнувшим и полным сил. У меня мощная энергетика. В чистом здоровом организме энергия течёт свободным, мощным потоком. Помните, в вопросах здоровья необходимо полноценно использовать все три составляющие. Как мыслим, как питаемся, как двигаемся. Продолжим пример слайда. Моё отличное здоровье отражается и на внешности. Я хорошо выгляжу. Тело молодое, гибкое, сильное. Кожа молодая, упругая, свежая. На меня приятно смотреть. Я буквально свечу здоровьем и позитивной энергией. Люди проникаются ко мне симпатией и доверием. Все двери мне открыты. И в карьере, и в личной жизни. Повторение одного и того же в разных темах совсем не лишнее. Напросив. Многочисленные повторения закрепляют результат. Например. Я выгляжу молодо и привлекательно. Моя кожа очищается, разглаживается, омолаживается. У меня чистая, гладкая, свежая, упругая кожа. Я выгляжу молодо и привлекательно. С каждым днём всё лучше и лучше. Весь мой организм очищается, оздоравливается и заново возрождается. Не нужно включать в мысли формы упоминания о проблемах. Например, болезнь уходит. Никаких проблем, никаких болезней. Только чёткая ориентация на совершенство и развитие. Когда увидите хоть малейшие подвижки к улучшению, закрепляйте их утверждениями. Например. У меня действительно восстанавливается здоровье. В организме запускаются процессы регенерации, омоложения. И я это чувствую. Я ощущаю себя полным сил и энергии. Каждый день я подхожу к зеркалу и вижу изменения в лучшую сторону. Отличное здоровье отражается на внешности. С каждым днём я выгляжу всё лучше и лучше. Пишите, проговаривайте и визуализируйте про себя всё, что вы хотите достичь. Постоянно, систематически. Транслируйте свои мысли формы в своё кино. Неустанно и непреклонно. Вы увидите, что это действительно работает. Требуется только последовательность и целеустремлённость. Это совершенно нетрудно. Это просто другой стиль жизни, которому нужно прийти и принять как философию своей жизни.